Добрый день, с вами сегодня Виктор Киропкин. Мои видео сегодня будет о необходимой такой вещи, которую берем на рыбалку. Особенно, если мы выезжаем на рыбалку для закрупной рыбы, для хищной рыбы, это непосредственно подсак. Подсаков у меня на сегодняшний день несколько штук. Я хотел бы показать несколько буквально экземпляров, рассказать о их достоинствах и недостатках, чтобы начинающие рыбаки, когда выбирали подсак, могли правильно выбрать. Может, бывало рыбаки, которые уже являют, может быть, для них тоже будет какая-то новость увидеть тот недостаток, который есть в старых подсаках. Ну, я начну с террискотических подсаков, которые у меня есть, которые я постоянно беру на рыбалку на карася. У меня на каждый водоем практически есть свой подсак, и если я не знаю водоем, то я, соответственно, беру совсем другой подсак. А, может быть, даже беру два, в зависимости от того, на какой времени я беру. Вот у меня есть такой фабричный был подсак, он у меня сломался. Я его выбросил, потом купил отдельно, палочку оставил, купил отдельно кольцо такое вот с леской. Продавалось отдельно оно, именно кольцо. И присоединил на бутике, на телескопическую эту трубочку. У меня получился такой подсак. Очень удобный он доставать с мостика, доставать с обрыва, если небольшое такое расстояние. А вот, либо в камышах прочищена такая дорожка, если, допустим, метра три-четыре, и можно встать и достать карася. Так, чтобы не заходить в воду. Так же самое, если у меня второй подсачек телескопический, этот более длиннее. Я его сделал тоже самостоятельно, с телескопической удочки. Тоже вот второе кольцо такое же, которое я купил на тот подсак, ставил. Поставил на это. Этим подсаком я пользуюсь, когда берем рыбу с моста. Это бывает такое, что на Казыбецком римане у нас, когда на Киевской трассе едешь, там мост, а высокое расстояние метра три. И он пятиметровый, достает любую рыбу, и в этом отношении с любым других количеством мест тоже удобно им пользоваться. Опять-таки, почему здесь находится леска? Леска это очень удобно для того, чтобы можно было пользоваться как на хищника, так и на любую другую рыбу. То есть ни кара, ни воблер, ни блесна, ни какой-то другой крючок, он практически за леску не цепляется так, и не рвет ее. И быстро отцепляется, очень удобно, очень аккуратно и очень хорошо. Вот этими двумя подсаками я пользуюсь на тех водоемах, где я знаю их, и знаю по какой причине я беру один или второй подсак. Есть у меня еще один подсак для лодки, вот такой, видите, тоже с лески, большой, вот такая рукоятка. Это подсак еще с 80-х годов, купленные раньше продавались такие спиннинги титановые, и для них продавали, и с ними вместе продавались такие титановые подсачки. Вот у меня с тех времен остался такой титановый подсак. Очень удобно работать с водки, опять-таки леска, только леска, воблер, блесна, любая оснасть, любой крючок, очень удобно, цепляется, тонет хорошо, вываживать хорошо, очень удобно в этом плане. Вот я рекомендую, в плане того, кто начинает, и не знает, кто попасть на такой подсак, то лучше выбирать подсак с леской. Ну, можно, конечно, и выбирать другого плана подсаки, вот, например, вот эти два. Это подсаки у меня для карпа. Вот, мне очень нравятся вот эти подсаки, я лично пользуюсь другими, может быть, рыбаки пользуются другими видами подсак. Объясню, почему. Дело в том, что у меня вот этот вот, раньше я брал подсак, который не был сплошным, а была тут такая веревочка, а не резиночка находилась здесь. И у меня, я никак не мог завести рыбу без вот этой перекладины подсачками. И сколько раз убеждался, я не знаю, сколько смены пользуются обычной без этой перекладины, но мне удобно вот такой подсак. Вот этот подсак. В чем его есть преимущество и недостатки? Преимущество в том, что он состоит полностью из металла. Даже эта вкладочка, которая, она из металла, а не с какого-то пластмасса, который при удале разбивается. Есть такие подсак, которые вот здесь вот в соединении, это она пластмассовая, и наступил, раздавил, или в машине не так что-то положил, раздавил. Ну, в общем, разбивается. Вот здесь он металлический. Трубочка тоже хорошая, очень удобная. Но недостатком является вот эта сеточка. Она какая-то прорезиненная, вот эта сеточка. Она рвется, цепляется крючками. Крючки тяжело выпутать. Если поцепляешь, цепляешь ловить хищника на нее, на воблер или на блесну, практически невозможно. Вот завести рыбу в этот подсак тоже тяжело. Почему тяжело? Объясняю. На обледении не только моих, но и других рыбаков убеждаемся в том, что когда подводишь рыбу к берегу и начинаешь выводить таким подсаком, рыба начинает уходить и идет подсак, либо срывается, либо дергается и, в общем, уходит. Оказывается, все оказывается в этой трубочке белой. Белая трубочка дает блики. И когда ты подводишь рыбу, рыба ее видит, и она старается всячески уйти. Я решил эту проблему другим путем. То есть, прислушаясь другим рыбакам, послушав разные тоже истории, вот у меня второй такой подсак, только здесь уже такая пластмассовая штучка, так я вам говорил, то, что является недостатком. А вот я тоже прорезиненная ткань, взял вот здесь два винтика из-под винтика, раскрутил. Снял непосредственно вот эту сеточку резиновую. И трубочку вытащил, и намотал изолентой. Почему не покрасил? Не покрасил по одной причине, потому что краска все равно будет слазить. Подсак падает, бьется, все равно будут появляться блики. Изолента это простой материал, который обернул цвет ее травы, цвет водорослей, рыба этот цвет уже привыкла, не боится, как говорится. И она спокойно заходит подсак, никаких бликов нету, и подсака не боится. Вот это немаловажный фактор, который можете обратить внимание и проверить, если не верить. Недостатки у именно этого подсака два. Сетка и пластмассовая чашка. Если здесь является металлической, вот, виралевая, то здесь она пластмассовая. Вот, когда еду на хищника, у меня один подсак этот большой, с берега, с длинной палкой, а вот такой на карпа с лодки, с коротким, маленький, тот самый. Но я, как правило, сейчас, когда уже последняя левая езжа, то я вот эту сетку снимаю, если я еду с берега ловить, и стараюсь одевать ее сюда, чтобы она была уже сетка. Сетка, если это хищник. На карпа я еще выезжаю на карасящую сетку, но со временем, наверное, я уже поменяю, полностью перейду на сетку. Я объясню, почему меняю. Потому что бывает, выезжаешь на лодке, и нужен короткий подсак. Я привык уже к коротким подсакам с лодки брать, поэтому я... А передевать постоянно как-то не успеваешь или просто забываешь. Я хочу еще купить такую сеточку, опять-таки, с лески, чтобы уже можно было поставить на такой один, и чтобы она была уже постоянно стояла, чтобы не менять. Ну вот, друзья мои, я вам показал, какие подсаки я имею, на какие вот объемы я выезжаю, какой подсак с собой беру. В чем недостатки подсаков, которые мы покупаем в магазинах, в чем есть достоинства их. По моему мнению, я показал, рассказал, поделился с вами. На сегодня все. С вами был Виктор Коробкин. До следующих встреч.